Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазин Холю Плей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но в этом ролике у нас будет будни дальнобойщика, давненько их не было на самом деле, около месяца, то есть в этом году это первый будни дальнобойщика, если вам нравится такая рубрика, если вы по ней соскучились, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. В этом ролике я вам расскажу, какой у меня скилл дальнобойщика, смог ли я его вкачать до нового года, и также расскажу, какие дела у нас происходят с нашей транспортной компанией, ну и конечно покатаем рейсы. То есть видос будет довольно интересный, отвечу на все ваши вопросы, потому что тема насчет дальнобойщиков как бы была временно так сказать закрыта, потому что был ивент, он как бы и сейчас есть, но понемножку раздупляемся, расскажу какие у меня планы там и так далее, поэтому смотрите видос от начала до конца. Ну и конечно же не забывайте вводить самый лучший промокод, пишите слэш мм, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто вкачаете уровень. Вкачать уровень очень легко с помощью квестов, поэтому заходите на Мазин Холиплей, на любой сервачок, регистрируйтесь, вводите мой промокод в регистрации, качайте уровень и забирайте свои бабки. Ну а я всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, начнем я думаю со скилла вообще, какой у меня скилл, успел я вкачать или нет. Да пацаны, я успел вкачать до нового года 50 скилл, это произошло 30 числа. То есть буквально один день оставался, я успел качать 50 скилл, ну и больше я толком и не катал, потому что вышел ивент, как бы было немножко не до этого. Ну сами понимаете, как бы, надо там снежки пофармить, там покататься, отдохнуть, поугарать там и так далее. То есть было не до дальнобойщиков. Пока что, как бы, вент еще есть, я потихонечку возвращаюсь, так сказать, в дальнобойщики, буду качать скилл. И хочу, получается, до мая месяца хочу вкачать сотый скилл, пацаны. То есть за 4 месяца хочу апнуть 50 скиллов. Я думаю то, что у меня это, в принципе, должно получиться. Если я смог за полтора месяца вкачать 50 скилл, то сотый вкачать скилл я за 4 месяца, думаю, в принципе, смогу. А насчет магнума, как бы, ничего, в принципе, не поменялось. Давайте я вам напомню вообще, что это за аппарат. То есть это обычный магнум с первым чипом, как бы, и все. Здесь, как бы, особо ничего и нету. То есть просто магнум, первый чип, нитро и неончик, получается, да. То есть обычный такой добротный магнум, просто работяга, трудяга. К сожалению, на ивенте нету третьего чипа, как я и хотел. Ну что ж, дамы и господа, давайте немножко резьки покатаем. Я думаю, про компанию поговорим чуть позже. В принципе, я вам расскажу, как там обмен наград прошел. Пока что, как бы, ивент, мы награды, как бы, не копим, потому что, типа, пацаны, как бы, тоже должны отдыхать. Кто-то там на ивенте, кто-то там еще где-то. Ну, я думаю, вы сами понимаете. Кстати, по наградам, мы хоть и не катаем, пацаны, но с момента обмена наград, как бы, у нас уже 29 наград. Хотя мы вообще не катаем, то есть у нас там по желанию пацаны катают, и по итогу мы уже, грубо говоря, забрали 30 наград. Вот, даже по рейтингу, если посмотреть, то, в принципе, как бы, да. Сейчас вообще АФК, по сути, награды, то есть можно спокойно топы забирать. Но мы сейчас, как бы, не катаем, то, ну, многие на ивенте, как бы, и у нас такой, знаете, отпуск, можно сказать. Как только заканчивается ивент, мы начинаем ебашить. А пока есть ивент, у нас, в принципе, такой отпуск. Кто хочет, тот, как бы, катает, кто не хочет, тот не катает. На самом деле, я вот реально соскучился по дальнобойщикам, потому что, ну, что может быть лучше, чем дальнобойщики? Ну, реально, дальнобойщики, это реально, пацаны, тема просто. Это реально просто тема. И мне они очень сильно нравятся, то есть у меня, как бы, тяга к ним не пропадает никогда. То есть, да, когда ты ебашишь, там, 2 недели подряд, допустим, либо месяц подряд, то тебе, конечно, далее надоедает. Но когда ты, там, не покатаешь хотя бы 2 дня, 3 дня, то у тебя эта тяга возвращается, и ты ходишь обратно работать дальнобойщиком, ебашить рейсы, там, и так далее. Вот самое, пацаны, что больше всего бесит, это то, что радаров понакидали, пацаны, дай боже, просто. Ну, реально, наверное, по всей карте радаров 30, наверное. Ну, реально, очень много радаров, просто они на каждом шагу, на каждом углу. И реально, это очень сильно бесит, прям очень сильно бесит. Вот ночью я катал, вот ночью катать, пацаны, реально кайф просто. Ночью и радары не работают, и светофоры. Ну, реально, просто ездишь и кайфуешь. Надо реально какой-то митинг просто делать, чтобы эти радары вонючие просто убрали. Потому что их чересчур просто много Так, что у нас тут по рейсикам такого интересного Ну давайте я думаю в карьеры возьмем Как бы сейчас ивентик пацаны идет То есть ну как бы мало людей вообще рейсы катает И самое интересное то что ну много рейсов И реально очень классно катят рейсы То есть ну реально вообще Вам никто не встречается из дальнобойщиков Там по сути катает там человек 10 наверное дальнобойщиков На весь сервак Ну что ж дамы и господа Так как мы недалеко от компании Решил заехать и вам показать что вообще с ней происходит Пока что у меня замки нету Как бы Максим постоянно забывает мне ее выдать Поэтому я сейчас без замки Как бы как вы видели у нас вот как бы 29 наград То есть там люди в компании есть Но как бы мы сейчас наборы вообще не делаем По автопарку у нас ничего не поменялось 10 магнумов И недавно получается мы произвели обмен наград Меня не было в этот день как бы Я был в отъезде так получилось Поэтому меня на обмене наград не было Мы обменяли 150 пацаны наград Там вышло около там 200 миллионов Копим как бы на бизнес Хочем там либо АЗСочку взять Может быть аптеку Либо еще что-то Поэтому пока что просто копим бабки То есть сделаем там 2 бина наград И купим уже какой-то очень хорошенький бизнес Конечно же не забывайте про наш бизнес Пацаны Не забывайте Потому что как бы самый лучший 2037 пацаны Не забываем То есть можете здесь закупаться В роговичах В этой компании То есть можете заезжать сюда Там грелочки покупать Можете в принципе покушать там То есть в будниде там ремки по 3500 А на выходных ремки по 2300 рублей Поэтому кто желает Можете заезжать закупаться Как бы вы не пожалеете Все пацаны в принципе хорошо Как бы потихонечку развиваемся на проекте То есть да Как бы третьего чипа Пока что на магнуме нету Но надеюсь Рано или поздно Как бы Я все-таки накоплю бабки То есть я как бы Снежки продал сейчас То есть я снежки продал По 1200 Плюс там комиссия Ну лямов 13 должно было бы получиться Из тем лямов у меня было на руках То есть скорее всего У меня еще не все снежки купили То есть по поводу ивента пацаны Да хочется на самом деле Забрать гидравлику на магнума Прям очень сильно хочется Но если он будет стоить 20 тысяч снежков Тогда да Тогда в принципе можно Но если он будет стоить дороже Завтра как я понимаю Уже должны быть цены И чтобы получить гидравлику Нужен 25 уровень Амазинг пасса А у меня как бы Уровень 18 То есть скорее всего Я думаю Успею вкачать 25 Это реально сделать Как бы Если там на лабиринте Позадротить Плюс там ПД получать То в принципе Я смогу вкачать 25 Ну сегодня вряд ли 25 Вкачаю Но где-то уровня 3-4 Я в принципе Сегодня могу вкачать Ну типа реально Если гидравлика будет стоить Дороже чем 20 тысяч снежков То пацаны Нет Я не буду ее покупать Ну это потому что Будет дорого Типа Ну типа 20 тысяч снежков Это в бабках Ну если их продавать Там по 1000 рублей Ну это там Лямов 15 допустим Да так Округлим чисто с комиссии Это нормальная цена Для нитро-гидравлики То есть нитро-гидравлика Это ну реально нормальная цена 15 лямов Отдавать им какие-то знаете Там 30-50 миллионов Типа Ну это тупо будет реально Это будет реально максимально тупо Поэтому надеюсь То что цены будут адекватные Реально Мне кажется То что аудиосистема Будет стоить Ну блять Ну тысяч 50 минимум Но в том году Она стоила 70 тысяч снежков Ну а в этом году Она может быть Либо дешевле Либо дороже Реально Ну типа аудиосистема Мне особо не нужна Мне нужна нитро Чтобы на новый мерзик поставить И мне нужна гидравлика Чтобы поставить на магнум Больше мне в принципе Ничего не надо Кстати пацаны Планирую себе купить BMW M5 E60 Пока что просто С нитро-гидравликом Потому что ну реально Мне этот кузов нравится По сути я BMW Дрочер Понимаете И у меня нету Ни одной просто BMW У меня как бы Porsche, магнум И Mercedes Понимаете А BMW Не ма Поэтому Надо эту ситуацию Как бы исправить Планирую В ближайшее время Купить получается BMW M5 E60 С нитро-гидравликом Но чтобы мне это сделать Мне нужен слот И мне нужен дом Слот у меня есть Я его купил за донат То есть я могу иметь Четыре машины Просто я могу купить дом Но просто я не смогу Целостность чинить Вот в чем проблема Понимаете Чтобы купить машину Мне нужно купить дом Но если я куплю дом Потом продам дом Я не смогу брать эту машину Вроде и хочется Понимаете BMW M5 E60 купить А вроде бы блять И сука целку Надо чинить Понимаете Поэтому Очень трудный выбор На самом деле Ну конечно же Пацаны В будущем Хотелось бы купить M5 E60 с аудио Хотя бы с аудио Там третий чип Страбы мне нахер не нужны Просто хотя бы с аудио Хотелось бы M5 E60 Это реально просто Пацаны Мечта моя Самая любимая машина Ну реально Просто самая любимая Может быть какую-то Рубрику запущу Которую мы будем копить На эту машину Знаете Что я еще думал Я еще думал Может сейчас снежки покопить Пофармить на лабиринтах снежки Накопить там Ну тысяч двадцать Может быть Тридцать И просто их продать Как бы И купить себе Третий чип На магнум И все Просто хочется как бы И гидравлику себе купить Понимаете На магнум Здорово братишка Подписчики здороваются Бля приятно Когда пацаны узнают Типа ну Тем более мой магнум Реально ну Все просто узнают Как бы Ну у меня самый пиздатый Ну Ну не самый пиздатый Ладно Самый красивый у меня Магнум на серваке Не знаю Может в этом году Поменяю стиль Но честно Пока что Не хочу этого делать Меня вполне все устраивает То есть он реально Просто идеальный Сейчас Он по внешке Прям идеальный Диски там Винил Там все Охуенно подобрано Реально Опа Пятидесятый скилл Ебать И пятьдесят второй Видите есть Поэтому надо пятьдесят второй Пацаны Скилл качать По-любому И пятьдесят пятый Как бы Чтобы уже так знаете Темпик набирать Чтобы уже Побольше выбора было Реально Чтобы реально Побольше выбора Уже было по рейсам Потому что Ну пятьдесятый скилл Как бы это нормально Пацаны По сути По сути Если так подумать Ну типа Это реально нормально Лучше сотый Когда скилл Когда ты можешь брать Практически все рейсы Тогда реально по кайфу Полетель молодой Полетель Бля Не пацаны Ну магнум С первым чипом Тоже нормальный аппаратик Но хочется реально третий Просто чип уже Знаете Чтобы уже все было красиво Реально Типа Уже ехать Сто восемьдесят С кайфом Как бы сейчас много Третьих чипов продают По шестьдесят Ляма По шестьдесят Ну у меня реально Бабок нема Ну реально Типа Я бы мог конечно В долг взять Но я бы окупаю Что там Шестьдесят пять лямов Это реально Типа дохуя Ну что ж Дамы и господа Вот такое получилось видео Надеюсь что вам понравилось Я вам рассказал Некоторые планы На будущее В принципе Рассказал что у нас С компанией Рассказал что с Дальнобойщиком С келотом И так далее То есть рассказал Все самое интересное Поэтому ставьте лайки Обязательно подписывайтесь На канал И если вы хотите Дальше видеть Чтобы я снимал Пишите комментарии Пишите свои мысли По этому поводу Как бы Я все комментарии читаю Поэтому пишите Не стесняйтесь Всем спасибо за просмотр И всем Пока пока